Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и сегодня вы узнаете, как найти все улики в Гит-Ивень. Для чего их вообще искать? Ну, во-первых, это интересно, каждый вещдок немного раскрывает сюжет. А во-вторых, если полностью изучить локацию, появится кот под доской, который открывает секретную дверь этой локации. За дверью вы найдёте прототип оружия и телевизор с воспоминанием, связанным с локацией. Досок с вещдоками всего 9, но локаций для поиска 11, так как две самых больших доски разделены на два уровня. Начну я не с первой локации, а с первой доски. В описании оставлю название воспоминания и тайминг. Так что, думаю, найти нужный вещдок не составит для вас труда. Рассказывать про каждый вещдок я не буду, на это уйдёт слишком много времени. Можете изучить его самостоятельно или посмотреть моё прохождение, там я собрал большинство улик. И не пытайтесь ввести код с моего видео в секретной комнате, они генерируются случайным образом. Так что придётся самостоятельно найти все вещдоки. Пожалуй, самое неудобное, на чём остановлю внимание, это погружение в новое воспоминание. У меня не получилось начать новое, пока я полностью не завершил старое, поэтому каждую локацию пришлось проходить полностью. Если вы знаете, как обойти эту неприятность, напишите в комментариях. Думаю, со вступлением я закончил, поэтому переходим к поиску улик. И первая локация, которую я вам сейчас покажу, это работа для Роберта Рэмзи. Здание ADC. Здесь их достаточно немного, часть вещдоков вы найдёте в всех больницах. Первый вещдок, который я нашёл, находится прямо в подвале, возле входа. Неподалёку от загадки с трупами есть фото. Она находится прямо вот тут. Следующий вещдок я обнаружил на выходе с парковки, прямо возле лифта. Это этот плакат. При выходе из лифта на 12 этаже есть плакат. Это следующий вещдок. Прямо напротив этого плаката можно увидеть офис, в котором есть записка на компьютере и газетная вырезка. Следующий вещдок находится по левую сторону от лифта. Он прямо здесь, в офисе. Ещё один вещдок есть в офисах напротив, по правой стороне от лифта. Вот эта газета. Ну и последние 4 вещдока, которые я нашёл на этой локации, это 4 фотографии, связанные с воспоминаниями Блэка. Они автоматически засчитаются вам, когда вы их найдёте. Секретная комната находится прямо недалеко от входа, возле первого вещдока. Чтобы туда попасть, надо ввести код, который находится под доской, после нахождения всех вещдоков. Но внутри вы найдёте телевизор и дробовик. Вторая локация – это договор Говарда с Блэком. Самая последняя в игре и самая большая. Но вещдоков там всего ничего. Так что поехали. Первая улика находится недалеко от туннеля. Достаточно близко. Это вырезка на подонах. Но спустившись вниз и перейдя через речку, вы найдёте две остальных улики. Это карта на камне и фотография бутылок. Секретная локация находится недалеко от второго туннеля, прямо справа. Но внутри вы найдёте штурмовую винтовку с глушителем. Следующая локация – это особняк, где встретились Роуз и Джаспер. Сама локация небольшая и, в принципе, вещдоки все разложены достаточно просто. Я нашёл их с первого прохождения. Первые три вещдоков находятся прямо у входа. На этом столе. А неподалёку от этого стола находится первый фото-вичдок. Вот все вещдоки, которые я нашёл на третьем этаже. Это два на матрасе. Один на столе рядом с мишенями. Один напротив мишеней на диване. На столе чуть подальше можно найти фото-вичдок. Ну и записку. Ну а последний вещдок на третьем этаже находится в самом углу, в сейфе. Это аудиозапись. На входе на второй этаж две записки на доске. Если пройти налево и заглянуть в левую дверь, можно найти ещё три записки и карту. Плюс одно фото. Если пройти в дальнюю комнату, можно сразу найти несколько вещдоков. Это записка. Три записки на доске. Две фотографии. Записка на столе. Ну и два фото-вичдока. Одно это пиво. Другое это радиоприёмник. Если пойти направо от лестницы, можно найти комнату с терминалом. Здесь на стене вы найдёте аудиозапись, а на столе записку и фото-вичдок. В воспоминании Грейс можно найти переписку на ноутбуке. Не знаю, относится ли оно к фото-вичдокам, но на всякий случай я вам покажу. Также слева есть ещё один листок, который, не знаю, относится или нет к фото-вичдокам. Секретная комната этой локации находится прямо от входа. Если повернуть направо. Но внутри вы найдёте новое оружие. Это полуавтоматический пистолет. Следующая доска – это кладбище и здание ADC. На кладбище и в сквере ничего интересного нет, поэтому первый вичдок находится в подвалах ADS. Ещё шесть вичдоков вы найдёте по бокам от камер с Роуз. После загадки с лифтом вы окажетесь в здании ADS. Справа от выхода с лифта вы найдёте предупреждение. Неподалёку от этого предупреждения есть два плаката. Точнее, один плакат и грамота. Секретная комната этой локации находится недалеко от входа в здание ADC. Прямо в подвалах. Ну а найти вы здесь сможете моё любимое оружие в этой игре – снайперская винтовка. Следующая доска – это дорога к складу, где убили Джаспера. Первый вичдок находится прямо возле входа в локацию. Это фото. Следующий вичдок находится неподалёку от первого. В этом контейнере. Следующий вичдок находится напротив входа в большой склад. Это фото. Ещё два вичдока можно найти возле рыдающего Портера. Вот они. Ну а в следующей комнате вам нужно будет сфотографировать самого Портера. Ну и последний вичдок, который я нашёл, находится напротив Портера. Ну а секретная комната этой локации находится неподалёку от выхода во двор. Ну а здесь вы найдёте и арбалет, и достаточно экзотическое оружие. Следующая доска – это убийство Джаспера на складе. На самом складе нам дадут отсканировать всего лишь две улики. Это табличка номер один и табличка номер четыре, собственно, Джаспера. На этом же складе после воспоминаний можно изучить три таблички. Ещё два вичдока можно обнаружить возле ствола. Это вот эта записка. И записка вот здесь. На локации со складом, прямо справа от вас, будет полицейский с куклой. И два вичдока. Если пойти напротив предыдущих вичдоков, то можно найти опять полицейского и три вичдока. Один на стуле и два на столе. Если пойти прямо на Джаспера, то возникнет телефонная будка, в которой можно найти аудиозапись. Ну, недалеко от входа в склад, если обойти это здание, то можно найти ещё вичдоки. Они находятся на доске, прямо на углу. Секретная комната этой локации открывается после того, как вы пройдёте определённый момент. То есть до этого стула. Находится она напротив. Ну, а внутри вас будет ждать штурмовая винтовка. Следующая локация, которую я покажу, является первой в игре. Это школа. Где держат Грейс. Первый вичдок находится прямо в входе в школу. На втором этаже вам придётся отсканировать сразу и верёвку, и лоскут на батарее. С помощью фото-сканера. Ещё один вичдок находится в следующей комнате. Это опять фото. Если не спускаться вниз, а пойти налево от двери, то можно найти ещё один вичдок. Ну и последний вичдок находится прямо возле первого убитого противника. Это фото Рэмзи. Чтобы попасть в секретную комнату этой локации, вам нужно будет успеть убить охранника. Иначе он закроет дверь. После убийства двигайтесь напротив школы. Прямо в бункер. Ну а здесь вы найдёте ещё один телевизор. И полуавтоматический пистолет. Ну а теперь переходим к одной из двух самых больших досок. Это корпус Б. Психопольницы. Первое воспоминание. Первый вичдок. Это фото. Неподалёку от корпуса Б. Второй вичдок находится слева от корпуса Б. Это дрон. После того, как вы зашли в корпус Б, слева есть ещё один вичдок. Это рука под кроватью. Рядом с большим залом, где телевизор, можно найти шкаф. В нём находится следующий вичдок. Следующие вичдоки можно обнаружить на входе после головоломки. Это газовый баллон, который необходимо сфотографировать. И все фотографии, которые вы делали ранее. После того, как вы возьмёте пистолет, вас спустят в комнату с Пандорой. Вам нужно будет сфотографировать её и посмотреть на плакат. В следующем коридоре вы найдёте несколько вичдоков сразу. Это записка, напротив. Фотография психа. Записка рядом с ним. Три фотографии. Ещё один ненормальный. И записка. Изучив коридор и пройдя мимо телевизора, вы наткнётесь на психа. Вам нужно будет отсканировать его. Если не выходить в следующий коридор, а свернуть налево, то можно найти ещё один вичдок. Если пройти до конца по этому коридору, то можно найти ещё одну записку. После убийства психа надо свернуть в левую дверь. Ближайшую к вам. Здесь находится ещё один вичдок. Спустившись вниз, вы обнаружите сразу же следующий вичдок. А чуть дальше вам нужно будет отсканировать следующего психа. Ну и в последней комнате можно найти целых 13 вичдоков. Находятся они все здесь, в этой комнате. Что ж, продолжаем изучать корпус Б. Теперь отправляемся во второе воспоминание. Первые два вичдока можно найти прямо на выходе из этой комнаты. Вот они. После того, как вы подниметесь на этаж выше, можно найти следующего психа. Его необходимо отсканировать. Напротив подвешенного психа можно обнаружить ещё одну записку. Следом, рядом с телевизором, можно обнаружить следующую. Находясь в коридоре перед безумным шляпником, первую записку вы сможете найти здесь, а вторую прямо напротив. Также необходимо сфотографировать самого учителя. После того, как вы разберётесь с загадкой с кодовым замком, вы найдёте следующий вичдок. Находясь в комнате с игрушками, можно обнаружить ещё три вичдока. Один находится вот здесь, второй тут. И необходимо отсканировать игрушку на полу. Следующий вичдок находится прямо следом. Это аудиозапись. В коридоре с пробежавшим психом необходимо будет зайти в эту комнату с танцующими куклами. Вичдок находится здесь. Следом, нужно будет зайти туда, куда пробежал псих. И пройти туда, куда указывает манекен. Здесь находится вичдок. Ну, а следующий вичдок вы сможете обнаружить уже на выходе из комнаты. Он находится в шкафу. Напротив комнаты с манекеном вы увидите следующий вичдок. И следом к вам подъедет коляска, в которой находится следующий вичдок. На выходе из комнаты с коляской поверните налево. И здесь находится следующий вичдок. А прямо напротив необходимо отсканировать кушетку. А при входе в следующий коридор вы увидите запись. В комнате с большой стеклянной стеной и с убежавшим психом есть два вичдока. Один находится на доске, второй на столе. В комнате с кучей инвалидных колясок и с психом вам необходимо будет прочитать этот журнал и этот. А также отсканировать самого психа. Ну и наконец последняя комната с вичдоками в этом корпусе. Здесь необходимо найти 9 записей. Все они находятся здесь. И одна аудиозапись. Секретную комнату в этой локации можно найти, если не заходить в основной зал с игрушками, а пройти сюда. От лестницы вниз. Что же, последняя доска с вичдоками это корпус С. Начнем с первого воспоминания. Пачку первых вичдоков можно обнаружить прямо возле матраса, где вы проснулись. Это 8 записок. И одна аудиозапись. Спустившись вниз, вы обнаружите еще один вичдок. Ну а в комнатах напротив вы увидите еще два. Следующий вичдок можно найти в комнате с повешенным манекеном. Он находится здесь. Ну а чуть дальше можно увидеть аудиозапись. Напротив этого психа можно увидеть еще одну комнату. В ней находится следующий вичдок. Возле камеры с психом, который попросит монтировку, висит записка. Спустившись вниз, не спешите открывать дверь. Здесь находится еще один вичдок. Выйдя на улицу, можно обнаружить еще один вичдок на скамейке. После того, как зайдете в здание, поворачивайте направо. Здесь вы найдете еще один вичдок. Следующий находится рядом с печатной машинкой. Чуть дальше. Ну а на выходе из комнаты с печатной машинкой вы увидите еще один вичдок. В следующей комнате вы найдете сразу два вичдока. Это две картины. Вам надо будет отсканировать их обе. Ну а прямо напротив этих картин находится комната со следующим вичдоком. Перед тем, как уходить от шляпника, не забудьте его еще раз отсканировать. Поднявшись наверх, поворачивайте направо. Здесь находятся три вичдока и одно фото. Но в следующей комнате необходимо отсканировать кресло, взять записку со стола. И в следующей комнате забрать аудиозапись. Выйдя в коридор напротив шляпника, заходите в эту дверь. Здесь находятся три вичдока и одна аудиозапись. После воспоминаний Рэмзи вы найдете еще несколько вичдоков. Шесть записок и две аудиозаписи. Ну и в последней комнате вы сможете найти целых десять вичдоков. Два на столе, три здесь и все остальные рассыпаны здесь. Ну и последним местом будет корпус С, второе воспоминание. Выйдя из первой комнаты, не поднимайтесь наверх, а сверните в эту комнату. Здесь находится первый вичдок. Прежде чем идти к психу, сверните в эту комнату. Здесь на Бальмерте появится рисунок, который необходимо будет сфотографировать. Ну а чтобы достать следующий вичдок, вам необходимо будет убить этого психа. Он находится прямо здесь. Пройдя чуть дальше, вы увидите газовый баллон, который необходимо будет сфотографировать. В комнате с куклами вы найдете следующий вичдок. Он находится здесь. Ну а чуть дальше вам необходимо будет сфотографировать эту чашу. Выйдя из комнаты с куклами, зайдите в помещение слева. Здесь рядом с манекеном есть аудиозапись. В комнате шляпника после его убийства можно обнаружить записку и аудиозапись. В комнате с решеткой, если повернуть направо, можно увидеть кресло. В нем находится аудиозапись. Следующие вичдоки находятся внизу. Один находится между стеллажами, второй находится на столе. И здесь вам нужно будет сфотографировать стену. Ну а в комнате с манекенами вы найдете оставшиеся вичдоки. Два находятся возле кукол в начале. И еще пять находятся на стене напротив. Последняя секретная комната находится напротив шляпника. Но внутри, как и с предыдущей комнатой, вы не найдете оружия. Только телевизор. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, видео оказалось полезным. Для тех, кто столкнулся со сложностями в прохождении, я оставлю ссылку в описании на свое прохождение. Дополняйте мои поиски комментариями, не забудьте поддержать лайком. И удачи в поиске улик. Всем пока!